Виртуальный кошелек, так еще называют единую транспортную карту «Стрелка». Стоит она 200 рублей, 120 из них уже будут находиться на счету, и пассажир может ими пользоваться. Разовый проезд по городу за наличный расчет стоит 40 рублей, а по «Стрелке» 28. С 51 поездки цена достигает 18 рублей. Сейчас у нас очень непростое время, когда каждый человек считает свои деньги. И что у нас очень много денег уходит на дорогу. И людям тем, кто работает в Москве, и людям те, которые просто передвигаются по городу. И в магазин съездить, и на рынок подъехать. Конечно, удобнее брать то, во что ты положил деньги, и как бы забыл про это, и только его пополняешь. Пассажиры отмечают, что с появлением единой карты передвигаться на общественном транспорте стало проще и дешевле. Теперь не надо задумываться о наличии мелочи или о том, будет ли размен у кондуктора. Человек просто достает пластиковую карту и оплачивает проезд. Очень удобно ездить. Выгодно. Не меньше пассажиров в карте «Стрелка» рады водителей и кондукторы. Исключается какой-либо контакт с наличными денежными средствами. Это позволяет пассажирскому потоку проходить быстрее. Меньше мелочи стало. Меньше денег. Удобно. Пополнять карту можно через интернет, в кассах РЖД, Сбербанке или других некоторых коммерческих банках. Также пополнение возможно через специальный аппарат прямо у кондуктора. Администрация Ленинского района позаботилась о том, чтобы мест пополнения было как можно больше. Такое количество способов положить деньги на «Стрелку» способствует тому, что у человека всегда находятся на ней средства. Единственное, что должны учитывать пассажиры, деньги, которые поступают через банки, зачисляются немоментально. Еще нюанс. Как и с любой электронной техникой, с картой «Стрелка» случаются сбои. Во многом от того, что это новинка и необходимо время, чтобы выявить и устранить недостатки. Вот уже две недели с лишним бегу из-за этой карты, чтобы ее обменять. Это безобразие. Плачу такие деньги. Тот, кто продает карту, несет за нее ответственность. Он обязан при выявлении, что эта карта неисправна, принять меры. То есть взять эту карту к себе, возвратить покупателю залоговую стоимость и уже далее принимать меры по ее замене и возврату денежных средств перечисления на эту карту. А если реализатор карты отказывается в ее замене, смело пишите жалобу в единую транспортную компанию Московской области. Она будет рассмотрена и все недостатки вашей «Стрелки» будут устранены. Только помните, что дисфункция карты может быть вызвана неаккуратным обращением. Не держите ее рядом с мобильными телефонами и магнитными ключами. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нарухонова, Видное ТВ.